Друзья, сегодня мы вот в таком усеченном формате выходим, Андрея Анатольевича с нами нет. Дело в том, что, конечно, он незримо с нами присутствует, но у него столько дел, что никак он не мог принять участие в дегустировании кукурузных палочек. А у меня их здесь целых, по-моему, шесть наименований в первой серии, у второй будет еще пять. Большое количество кукурузных палочек продается в магазинах, и я их приобретал, приобретал, копил, копил, у себя дома складывал, складывал. Андрея Анатольевича звал-звал, и к чему мы пришли? К тому, что у кукурузных палочек заканчивается срок годности, а Андрей Анатольевич все еще занят. Поэтому буду пробовать без него, и начну с чего? Начну вот с таких вот кукурузных палочек, которые называются Рузик. Это такая для нашего времени уже классика, давно они продаются, хорошо знакомый вкус. Здесь написано палочки сладкие кукурузные, классический вкус. Но я думаю, что он совсем не классический. Те, кто в советские времена еще кукурузные палочки любил и ел, тот меня отлично поймет. Вот те кукурузные палочки были, конечно, просто шикарные сейчас, нынешние, современные. В подметки просто не годятся. Я уже так хочу скорее попробовать, что язык заплетается. Значит, я думаю, кстати говоря, ребята, вы помните, да, если вы в советское время кукурузные палочки ели, что самое козырное было найти такую царь-палочку, которая была вся в сахарной пудре. Это, конечно, такое воспоминание из детства чудесное. Вот так выглядят эти кукурузные палочки. Ничего необычного. Много на них сахарной ваты. Какой сахарной ваты? Сахарной пудры, конечно. Очень много сахарной пудры. Внешне, но на вкус не сказал бы, что прямо много-много. Так, кто у нас делает? Изготовитель ООО УПАК-продукт. Это Самара. И что у нас в составе? Крупа кукурузная, сахар, масло подсолнечное, рафинированное, дезодорированное, соль, вода питьевая. Мне кажется, что старые кукурузные палочки отличались тем, что там не дезодорированное было масло подсолнечное на такое самое настоящее, ядреное. И там был очень приятный вкус, на мой взгляд. Ну, в целом, неплохо. Такие достаточно воздушные кукурузные палочки. Опять же, хотелось бы поплотнее. Советские были плотнее. Но вот так, в целом, неплохо. Сладость умеренная. Ничего от этих кукурузных палочек не слипается. Так что, в целом, нормально. Стоят они очень недорого. Персонаж вот такой вот на них нарисован. Рузик. Так что, вот эти кукурузные палочки я одобряю. Так. Убираем. И пробуем следующее. Вот такой вот незрачный пакет у меня есть. И что здесь за кукурузные палочки? Завтраки сухие, палочки кукурузные. В составе продукта кукурузная крупа, кукурузная мука, масло подсолнечное, рафинированное, дезодорированное, сахар, соль. В принципе, состав близкий. Изготовитель ООО Объединение Союз Пищепром. Город Челябинск. Давайте пробовать. Опа-на. Одни кукурузные палочки у меня со стола уже упали. Но ничего страшного. Открываем, смотрим. Вот так выглядят. В общем-то, не особенно-то отличаются от того, что мы видели в предыдущем примере. Правда, здесь, я не знаю, будет видно или нет, но есть какие-то темные включения. Что это за мусор, непонятно. Ну а ну. Пробуем. А вы знаете, на вкус неожиданно неплохие. Неожиданно неплохие. Более такой насыщенный какой-то вкус, чем у предыдущих курузных палочек. Но менее сладкие. Более плотные. Ну и даже с плотностью, мне кажется, некий перебор здесь. Ну, такой себе. Не лучшие кукурузные палочки, как мне кажется, но абсолютно никакого отвращения не испытываю. В принципе, если встретите, можно покупать и есть даже с удовольствием. Вот что у нас написано на упаковке. Поднял я те кукурузные палочки, которые у меня со стола свалились. Это кукурузные палочки. Так, называются они кукурузные волшебные палочки в сахарной пудре. Кто у нас их делает? Компания МАИС. Производитель ИП Грифуллин АА. Россия, Республика Башкортостан. А в составе кукурузная крупа, сахарная пудра, масло подсолнечное, рафинированное. Кукурузный крахмал. То есть здесь оно рафинированное, но не дезодорированное, что ли? Вот так выглядит упаковка. Давайте пробовать. Какие-то они неровные. Если предыдущие все были такие аккуратненькие, хорошую форму имели, то здесь у нас что-то похуже. Слушайте, а здесь, видимо, действительно не дезодорированное масло. Консистенция не очень приятная с одной стороны, а с другой стороны, я не знаю. Да нормально, нормально. То есть, если предыдущие хрустящие кукурузные палочки, здесь такие более ватные. Но в то же самое время они не собираются в такой комок какой-то из теста. Нормально все прожевывается, но вкус оригинальный. Однако не могу сказать, что он какой-то неприятный. Неплохие кукурузные палочки. В принципе, если бы я их купил, когда куда-нибудь поехал, я был бы абсолютно не огорчен их вкусом. Не, мне нравится, что-то в них есть. Это как будто какой-то новый продукт, потому что большинство укурузных палочек, вот две предыдущие упаковки, они очень сильно похожи по вкусу. Вот это вот что-то оригинальное. Видимо, из-за масла. Переходим к следующей упаковке. Это у нас ухтышки. Кукурузные палочки сладкие к чаю. Вот так выглядит упаковка. Пятерочка, перекресток и карусель. Для этих торговых сетей изготовлена ООО Дансония или Дансония. Город Краснодар. Что в составе? Где у нас состав? Вот состав. Крупа кукурузная, пудра сахарная, масло подсолнечное, рафинированное, дезодорированное, вода питьевая, соль пищевая. Ну, в общем-то, опять же, состав вполне себе классический. Кукурузные палочки выглядят точно так же, как и многие другие, то есть ничего необычного в них нет. Ровненькие, аккуратненькие. Единственное, что вот так вот, если внешне на них посмотреть, то сахарной пудры на них вообще не видно. Но на вкус есть, на вкус есть, однако, ну, не очень приятно, я не знаю, как это сказать. Здесь как будто бы какой-то ароматизатор присутствует. Если все предыдущие кукурузные палочки воспринимались как что-то естественное на вкус, то вот это как будто с ароматизатором. Ну, все. Есть можно. Похоже на две первые упаковки. То есть, если мне их положить вот так вот, без упаковок, просто кукурузные палочки, само содержимое, я их вряд ли различу. Ну, неплохо. Есть можно. Идем дальше. Так. Так. Так, кукурузные палочки с сахарной пудрой. Выглядят, кстати, они иначе, чем все предыдущие. Так, состав. Крупа кукурузная, мука кукурузная, сахар, масло подсолнечное, высокоолейное, рафинированное, дезодорированное. Крахмал кукурузный, соль, ароматизатор. Вот здесь уже состав такой. Во-первых, слишком много компонентов. Во-вторых, здесь есть ароматизатор какой-то. Я не знаю, может быть, он натуральный, конечно. Но, тем не менее, вот так выглядит упаковка. Все эти кукурузные палочки стоят недорого, поэтому цену я не озвучиваю. Хотя, если дорогие, вот когда будут дорогие, тогда я об этом скажу. Открываем, смотрим, что у нас внутри. Так, одну выну. Какие-то они пористые. Так, не знаю, как показать. Ну, вот. Много в них отверстий. Ммм. Вот это по вкусу похоже на кукурузные сухие завтраки. Просто с сахарной пудрой. Это не очень, ребят. Это не очень. То есть, в целом неплохо, но это другой продукт. То есть, это не кукурузные палочки. Лева, это не кукурузные палочки. Если мы говорим о том, что вот мы помним из детства. Это не оно совсем. Ну, и все-таки вкус нет. Присутствует сильный вкус кукурузы вареной. Но мне это не нравится. Я бы такие не купил второй раз. Не то. А теперь, ребята, переходим. Самым дорогим кукурузным палочкам. Вот так выглядит упаковка. Самым дорогим на нашем сегодняшнем столе. Вкусно, мама. Вкус детства. Вообще, от этого производителя достаточно большое количество кукурузных палочек продается. У них там наименование, я не знаю. Ну, что 4, наверное, есть. А может и 5. И стоят они каких-то космических денег. Я не понимаю, почему так. Так, изготовитель ООО Евроснек Юг. Это республика Дагестан, город Махачкала. Что у нас по составу? Крупа кукурузная, сахарная пудра, масло кукурузное, рафинированное, дезодорированное. То есть здесь масло именно кукурузное. Соль, поваренная, пищевая, регулятор кислотности, лимонная кислота. Даже такое здесь есть. И ароматизатор ванилин. Ну, такой себе состав на самом деле. Состав мне не очень нравится. То, что здесь кукурузное масло, это интересно. Конечно, интересно. Вот так кукурузные палочки выглядят. Пахнут как-то странно. Вот такие вот. Так, фокус. Ну, вот. Слишком рыхлые. Слишком воздушные. То есть вы кладете такую кукурузную палочку в рот, и она просто растворяется. Не, мне нужно, чтобы пожевать было что-то. Не очень сладкие. В принципе, интересный вкус. Но не мое. Я такое покупать за рост не буду. Не то. Не то. Ну что, время расставлять места. Приглашаю всех кандидатов обратно на стол. И давайте посмотрим, кто же займет у нас первое место. Очень неудобно. Стол маленький. Но, тем не менее. Будем бороться. И так, на первом месте у меня рузик. Это классические, привычные мне кукурузные палочки. В принципе, достаточно неплохой вкус имеет. В общем-то, я не могу еще плохой про них сказать. Состав натуральный. Хорошо, мне нравится. На втором месте у меня кукурузные волшебные палочки, которые в Башкирии изготавливаются. Несмотря на такую простую упаковку и оригинальный вкус. Он оригинальный, но он приятный. Он хороший. И кукурузные палочки. Так, на третье место я бы поставил и поставлю вот такие кукурузные палочки. Ух тышка. На четвертое место я, пожалуй, поставлю вот такие вот челябинские кукурузные палочки, которые у нас называются завтраки сухие, просто палочки кукурузные. На пятое место я поставлю дагестанские кукурузные палочки. Вкусно, мама. Ну и последнее место занимает Лёва, который изготовлен, или как он, крошка Лёва, который изготовлен для, а нет, не для кого, это КДВ. Ну, КДВ, понятно, они делают все из одного и того же теста, я думаю, что вот эти кукурузные палочки, они делают из того же теста, из которого делают сухие завтраки кукурузные. Вот, собственно, и весь секрет. Вот таким вот образом, ребята, ждите второй части, во второй части будет 5 позиций, тоже достаточно интересные. Увидимся!